В Лобни завершился шестой ежегодный конкурс «Лобня глазами молодых». В его заключительном туре, получившем название «Добрые дела», командой представляли видеорепортажи на заданные темы. Лариса Панина расскажет подробнее. Какое доброе дело достанется той или иной команде, решала жеребьевка, проведенная в начале конкурса в октябре. За время осенних каникул ребята реализовали предложенные оргкомитетом задания. Добрые дела были разные. То есть, это помощь социально незащищенным группам населения, пенсионерам, малоимущим семьям, спортивные задания, как эко-пробег, мастер-классы для детишек в реабилитационном центре, для пенсионеров. Например, команда школы номер 4 привлекла к выполнению задания спонсора, чтобы помочь многодетной семье. Чтобы наша помощь была более ощутима, поскольку это мать пятерых детей. Мы хотели действительно ей помочь, поэтому мы купили кровать и подарили двухъярусную. Всем миром выполняла задание команда школы номер 5. Полку добра установили в школе, и помочь уже другой многодетной семье смог любой желающий. Было очень много желающих помочь, мы даже не ожидали такой реакции. Собрали для многодетной семьи, им все очень понравилось, все отнесли, они были очень довольны. Да, но главной целью нашего вообще всего этого проекта замысла была не материальная помощь, а именно вот моральная поддержка. Они рассказали нам историю своей семьи, рассказали, кто чем занимается детки, продемонстрировали нам даже, кто-то играл на фортепиано, кто-то играл на баяне. Будем продолжать общаться, у нас остались их контакты. Добро можно делать просто, сказав доброе слово и сделать немного счастливее всех людей. Когда команда школы номер 10 начала выполнять свое задание «Красная скрепка», ребята даже не могли предположить, чем завершится обмен полезными вещами с совершенно незнакомыми людьми. Было очень тяжело подходить к людям, обмениваться с ними вещами. Многие просто отказывали, это было очень сложно. С другой стороны, помогает в социализации, находишь общий язык с людьми, и, наверное, в будущем нам это очень пригодится. Мы начали меняться обычной детской игрушкой. В итоге у нас получилось две большие пачки корма, которые мы отправим в приют для животных. Сложность задания четвертого этапа заключалась еще и в том, что командам предстояло проявить свои журналистские, операторские и режиссерские способности, чтобы о том, что получилось, рассказать выразительно и эмоционально в своих видеорепортажах. Все 17 команд старались. В каждом сюжете авторы выступали участниками событий, пытались как можно полнее передать атмосферу происходящего. Подметили и слезы растроганной матери, и искренний интерес в глазах детей и улыбки прохожих. Ребята тщательно продумывали не только видеоряд, но и драматургию репортажа. Как известно, его золотое правило – интересный сюжетный ход. Так, команда школы номер 6 актуальную, но не самую, скажем, интересную тему сбор мусора представила как иронический детектив, что сразу привлекло внимание аудитории. Оценивали видеорепортажи члены жюри конкурса, окончательное решение которых станет известно 29 ноября. В этот же день объявят итоги первых трех туров – интеллектуальной игры «Что, где, когда», заочного онлайн-квеста и игры «КВН». Предусмотрены специальные призы за победу в каждом туре и приз зрительских симпатий. Организаторы конкурса – отдел по работе с молодежью, администрации городского округа Лубня и бессменный руководитель интеллектуального клуба «Что, где, когда» Андрей Павлов. За приз главы городского округа Лубня в этом году боролись 20 команд. Это более 60 участников и 20 кураторов.